дверь красилась придавленный поддон какого-то бенни как шоу с рулевой шуя там в соплях где-то на диском цепанулась и порвала вот резину 10 приваривали закипел очень свежие капли ну вот тут все мокрое с этой стороны друзья всем привет по многочисленным просьбам будет сегодня народный автомобиль гольф 7 более чем народный автомобиль почему да потому что в народе куда ни посмотри везде одни гольфы 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 везде много гольфов поэтому гольф 7 в нормальном бюджете до по моему 14000 сегодня смотрим первый претендент gti поехали в город ирпень коротко машина интересная машина сделана неплохо ну так хорошо не очень хорошо она была ударена в левую сторону там стоит тайваньское крыло там отсутствует левая штора подушки безопасности парень сразу же увидел все рассказал на духу как есть вроде бы нормально вроде бы неплохо едем смотреть ее снизу ухищу страшного ничего не нашел все как заявлено так и я панель ремонтовалась так уж не бачу серию несенький шоссе своим блуком тут у меня питанничку до замыл лонжерон в общем не вижу я по лонжерону того чтобы он ремонтировался пыльники у него нормальный что внутренний что наружный что правое что левое все ровно стойки стабилизатора у нее не тарахтят машину покачали нигде ничего не стука тело здесь у нас радиаторы ну тут конечно надо бы под разобрать посмотреть чего там внизу творится откручиваем разбираем я это таки был из верх упала в общем ремонтов как таковых в принципе ничего нигде не видно надо будет еще пластик поснимать посмотреть что внутри под пластиком потому как это или домкратом прижали на шиномонтаже или же каром сейчас снимем пластик посмотрим но думаю что все-таки на шиномонтаже причавили тут еще было бы идеально заехать на развал посмотреть этот автомобиль но это уже немножко попозже если эта машина подойдет понравится мы дополнительно еще заедем на леса но сейчас надо все-таки снимать защиту или не защиту а пластиковые аэродинамические накладки и смотреть что у нее внизу под ним под накладкой к удивлению все ровно не ржавчины не коррозии не ударов не следов ремонта чисто хорошо замечательно есть даже такое слово в русской литературе окей собираем эту сторону разбираем другую с этой стороны тоже пожмаканного ничего нету ремонта нету то чё за следы не это мавиль с этой стороны тоже все ровно никаких следов ремонта никакой следов коррозии на удивление все хорошо ладно смотрим дальше в прошлом видео там где был ремонт двигателя volvo x70 было очень много комментариев где же первый запуск торжественное перерезание ленточек ребят очень просто на момент запуска двигателя меня не было стране и у нас не было видео с этим первым запуском но как оказывается этот запуск есть он был не у нас а был у парня который растачивал двигатель как он у него оказался это уже дело такое он нам прислал это видео мы сейчас на 30 секунд отойдем будет торжественный запуск этого двигателя но потом дальше продолжим по гольфу а 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 Парк! Багажник тут тоже разбирался, но болты крученые. По сути, машина получилась очень неплохая. Ну как получилось? То, что мы нашли. Да, у нее нет подушки, да, у нее стоит тайваньское крыло. Но, в общем-то, машина обслуженная и по технической части вопросов нет. Днище у нее целое, парень готов дальше на любые проверки. Мы здесь загибаем пальчик. Там, кстати, на этой машине, на этом GTI мы еще в режиме турбо-подсраку дали ему по Ирпеню. Поездили в разных режимах. А парень, который покупает этот автомобиль, он в основном передвигается на автомобиле. Автомобиль ему нужен для того, чтобы передвигаться в принципе с семьей. А так он передвигается в основном на мотоцикле и глаза у него загорелись. Я говорю, стоп, это первый автомобиль, который мы смотрим. Поэтому пальчик загибаем. У нас есть еще несколько к осмотру. А возможно будет лучший автомобиль, а возможно будет с лучшим кузовом, а возможно будет с подушкой безопасности уже установленной, дробь восстановленной. В общем, едем смотреть дальше. Следующий Golf возле авторынка, следующий Golf у Перекупов. Машина американская. По официальной версии с этим автомобилем был поцарапан только бампер. По крайней мере, визуально. Чего с машиной в принципе, давайте едем смотреть. Недалеко от авторынка Golf. Сейчас сразу фиксирую показания. Значит, по ошибкам у него в принципе из активных ошибок заканчивающаяся батарейка в ключе. И в принципе все. То есть по ошибкам у него нет. По надугу у нее все абсолютно ровно. То есть, грубо говоря, до 1,1 она поднимает. Тоже продувал. И как таковы. Кстати, машина действительно ровненькая. Единственный момент, что у нее не совсем стандартный, ровный. Вот эта дверь красилась. Говорили. Крашена эта дверь была, да? А, я понял. А, я понял. И тут, как всегда, бывает железобетонная отмазка. Мы этого не делали. Мы не смотрели. По битфаксу все чистая история. Машина ударена только снизу была. Слегка по бамперу у нее прочесанный. И все. А двери это помяли до нас. Двери это не мы. Двери мы не ремонтировали. Так что, сори, извините. Ну вот стандартная железобетонная отмазка. То есть, что получается? Если приезжает кто-то другой, смотрим историю автомобиля. Вообще, по американской истории, залетов по двери не было. А по факту, дверь уже была ударенная. Дверь была травмирована. Дверь была покрашена. В том, что она покрашена, нет ничего плохого. В этом есть лишь только то, что машина травмирована. И она должна стоить немножко ниже, нежели заявлено. Но смотрим дальше. Парни здесь вытягивали. А внизу была какая-то трещинка. Ну да, двери снимали. Видно. Зачем снимали. Да, и тут видно, двери снимали. И что-то здесь двери было. Но изначально только с бампером. Так как где же насколько сильно. Но ровненько, но красивенько. Крышника по ней нет. По антифризу тут все сухо хорошо. Ржавчины в нем нет. Ничего не плавает. Сейчас покажу. Сдуло издавление. И вот здесь вот. Ну как минимум бачок у нее светлый. Даже если бы поменяли и было там грязно, то бачок обычно никто не меняет. Отвечу к тому, что блок в середине навряд ли ржавенький. Крыло тоже видно, что снимали. Но реально засчетный прикольный автомобиль. Ну, вопросы есть, но они мелкие. На очередной планерке я понял то, что до 7000 автомобилей мы рассматриваем. Осматриваем мы их аж бегом. Мы их под ключ не выбираем. Ну и как показал анализ, люди наши про это ничего не знают. Поэтому, ребята, до 7000 машины мы осматриваем. Разово мы выдаем вам полную информацию о недостатках этого автомобиля. Мы выдаем услугу эксперт на день. То есть, что такое эксперт на день? За небольшую сумму денег мы выдаем человека на целый день. И едьте с ним куда хотите. Вот за световой день сколько посмотрите автомобилей, столько и будет. Единственное, чего мы не делаем, это выбор под ключ. Потому что те стандарты, которые мы предоставляем, они не подойдут до 7000. То есть, мы предоставляем стандарты в формате того, что мы гарантируем человеку того, что он не вложит более 10% от стоимости автомобиля на обслуживание этой машины. Мы гарантируем то, что она будет не битая. И при этом, при всем, мы еще даем гарантию на механические части. Мы даем гарантию на то, что там не будет механических поломок в двигателе, не будет механических поломок в коробке передач. Опять-таки, по коробке передач есть отступление. Точно так же, как и по двигателям. И это все в бюджете, даже если взять 20+. А вот до 7 выдать такие гарантии под ключ мы не можем физически. Выдать техническую информацию запросто. Выбрать под ключ нет. Поэтому, пожалуйста, всем, кому надо недорогой осмотр недорогих автомобилей, внизу под видео есть вся необходимая информация. Звоним, пишем, обращаемся. Без внимания не оставим. Как минимум, вы будете понимать, сколько это стоит, количество времени, которое вы себе сохраните, и при этом получите еще какую-то техническую часть. Все внизу под видео. Вся информация. Держим тормоз. Держим методом. Еще, 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 еще. Оп. С заднего правого организатора у меня нет. А передней? Передней. Левый 54 остаток, правый 60. Как для 27 миль, но... Что-то, что-то сильно большой разлет. По стенду, амортизаторы 80 и выше в отличном состоянии. Меньше 45, это замена амортизатора. Между ними разница должна приношать 20%. То есть у меня задний правый замена по стенду и передний слабый амортизатор. Развал скачения до по 6 метров. 4,7, 5,0, нужно отреагировать развал. Это ваш. Я, на самом деле, после этого стенда у меня были машины, вот типа Акуры, остальную хрень, я ездил на другие перепроверять. И плюс-минус совпадает. Тут несколько процентов разлет. А защитку снимем? Коробка сухая. А, ну это нам идти к руководству, говорю. Так, датчик тут нам затевает. Есть легкий придавленный поддон какого-то, Бенни. Видать, на нем стояло. Но удара я не вижу, это просто прижало, наверное, при транспортировке, когда вы без колес везли. И все. Руденько, нигде ничего не отнималось. Коробка. Не, он крученый. Он болт крученый. Ну, один болт. Окей, а дальше. А остальные? Этот нет. Этот нет. Сам поддон коробки тоже не снимался. Я, в общем? Ну да. Так, тут не подтекает. Так, а что у нас с рулевой? Что это оно в соплях? А это обрабатывали, скорее всего, что днище, потому что оно днище налепанное. Да, днище лепанное. Там все чистенько сверху, турбина. Можно вас попросить запустить, до двух с половиной сбросить? И так, ну, два раза достаточно будет. Я на турбину снизу послушаю. До двух с половиной поднимаем и потом сбрасываем. Ага. А чуть больше. Все, все, работает. Можно глушить? На саму калитку турбины. Она часто бывает раздолбанная. И наверняка она стояла сзади. И поэтому понимаем, почему амортизатору. Добрый день. А так, в общем-то, сухо. Почему? Вот это колесо, скорее всего, стояло сзади. Вот тут у нее был, где-то на диском цепанулось. И порвало вот резину. Ну, не сильно, но корт уже надорван. То есть там ее уже... А вот это вот уже вопрос точно не ко мне. Это уже к парням, которые собирали. А можно я спереди загляну? Поменяемся местами, а потом ее потрусим. Так, тут хорошо. Ну, тут и нифига не вижу. И здесь все сухо. Так, здесь не трогали. Сами лонжероны. Здесь тоже все равно. Ну, все. Давайте качать ходовую. Я твой дом труба шатал. За крышу расшатайте машину. При расшатывании присутствует небольшое прокладывание в амортизаторах. Не критично, но оно есть. Ну, мы же видели, что передний левый остаток 54, поэтому... Они слабоваты. Так, больше претензий нет. Соревок и целый, даже без трещина. Зад теперь? Да, сейчас я защиту надену. Присутствует люф, но не критичный. Сзади все целенько осмотрел. Ну, посмотрите еще и вы. Начатка заменять, после этого выкручивать раздал. Машина очень неплохая. Загибаем пальчик, но забегая наперед, скажу, что эта машина зашла тоже нашему заказчику, но немножко другому. Вот, поэтому по этому гольфу мы продолжаем историю дальше. А поедем мы в Белую Церковь смотреть целых два автомобиля. По описанию, как-то мы пересекались с парнем, у которого мы уже покупали автомобиль. А вторая машина у нас озвучена, что там подкрашен только капот. И все, машина в идеальнейшем состоянии. Нигде ничего не течет. Парни, приезжайте, смотрите. Тачка класс, треба брать. Все равно трехи заломана, стойка. Если непонятно, чего произошло, я поясню. Заявлено было, что крашеный у этого автомобиля только один капот. По отчету по битфаксу действительно там легкие повреждения. Но по факту, если посмотреть, эта машина крашеная вся и со стойками. И это нифига не двойной окрас. Потому что двери отнимались, заломанная стойка, нарушенная силовая конструкция автомобиля. Такая машина нам в принципе не интересна ни под каким соусом. Но в Белой Церкви есть еще один автомобиль. Едем смотреть вторую машину. Снизу глянуть, есть место? Конечно. Так, ну тут в принципе особо нефиг смотреть. То конденсат с кондиционера, если его снизу куда-то. Не, я смотрю, что очень ровный, вообще даже не тянутый, площадка под... Да я же говорю, что все четко осталось. Ну там ювелирно попало. Ну я считаю, что как мы имеем дело с машинами, то повреждения у него пришлись на мягкую часть. Не, то нифига не конденсат. Не, там собирается вот это снизу, то болото. Я кондер, там водичка держится. То ли неправильно где-то стоит сливной этот патрубок. Потому что там начинается собраться вода. Ну с какими-то элементами масла. Не, может там болото. Просто, что когда ездит жарко, оно мокренькое. По кузову это самая классная машина. Среди всех, которые мы осматривали, сделан он изумительно. Да, там есть легкие погрешности, но они легкие. Здесь все стоит в зазорах. Но покоя не дает то, что там внизу есть такая некая масляная жижа. И надо смотреть, разбирать, чего там творится внизу. Все-таки он был нагретый. Потому что то, что сегодня я говорил, что он закипел. Вот у него еще свежие капли висят. Откуда оно рвануло? Откуда продавило? Тут нет. Ага, там по-колхозному сделано. Даже не задули. А не задули каким-то мобилем. Но сделано такое не очень. Ну как? Выставлено хорошо. Замятан стелленджер, но я не вижу. Бампер неоригинальный. Туманки заглушеные. У них был зеленый красный. А? У них зеленый красный. Почему бы они не верят? И дорога не верят? Видишь, не грунтованый. Подрамники усих ржавеют. Ну, единственное, что тут не ржавые, потому что тут масло пипец. Ага, он еще из-под цепи хлещет. Ну, вот тут все мокрое с этой стороны. С коробки откуда течет, не знаю. Тут надо замыть и посмотреть, откуда. Но течет нормально. Плюс фигачить моторы из-под цепи. Из-под... С коленвала? Нет. Цепь распредвал, цепь ГРМ. С правой стороны тоже. В задней части крышки оттуда. Вот аж везде капли висят. Это то, что с правой стороны на поддоне. Это не сальник коленвала или сзади, передней? Не-не-не, сверху идет. Конкретно из-под крышки. Кожа прокладка? Сальник как раз тут вообще сухо все. А вот крышка, она вся мокрая. Этот не варили, а здесь вот приваривали. Моджончик? Да. Ну, саму чашку. Так, бампер чуть не тот, но... Датчик температуры валяется вот в бампере внизу. А вот, я понял. Не, он вот так вот здесь крепится. Он защелкивается спереди там. Я отсюда просто не достану. Я просто пришел, пришел, пришел. Температуру показывает все время здоровенную, потому что тут жарко. Это реально только что была первая машина, классно сделанная по кузову. Но когда сняли поддон, течет со всех дырок. Причем из двигателя, из коробки и охлаждайка у нее выливается. В общем, беда. Я боюсь, чтобы его еще не перегрели, потому что сегодня отхватило на шипку о перегреве. Правда, зафиксировано всего 106 градусов, но все равно есть. Плюс падает уровень масла в коробке, в двигателе. Ну, такое. Пристальное внимание надо. Может быть, конечно, там и ничего страшного. А может быть и беда. Ну, ладно. До дому 100 километров. Завтра будет день, завтра будет пища. По итогу мы вернулись к Golf, который осматривали самый первый, который GTI. Тот, который без левой подушки, но ценник у нас должен быть до 14 тысяч. До 14 тысяч найти машину, которая будет классная, ценная, с учетом того, что у нее ценник выше 15. Ну, пока не представляется такой возможности. Машину нашли, машину зарегистрировали. Все довольны и счастливы. Поехали. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok